Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать курочку табака, точнее это цыпленок. Цыпленок, иди ко мне! Настроение, в принципе, хорошее, но ничего хорошего не произошло. Вот. В общем, обо всем по порядку. Рецепт этой курочки вы можете найти в инфобоксе. Переходите обязательно на кулинарный канал моей мамы. И смотрите, рецепт этой замечательной курицы. Выглядит она обалденно. Один раз мукпанг мы с ней снимали, сейчас уже второй раз. Я поливаю ее лимоном. Обожаю вот именно вот так вот. Короче, вчерашняя история. Что случилось с нашей посылкой? Мы сегодня утром встали как можно раньше, потому что вчера всю ночь не могли заснуть. Нас мучило недопонимание, что произошло. В общем, мы пошли на почту и выяснилось, что что произошло, произошло в почте Англии. Вот. То есть, через границу пересекли всего 5 товаров. А должно быть 6. А в накладной, который нам отправил сайт, Там, в общем, получается 6 товаров. Мы купили 6 товаров, нам пришло 5. Посылка была открытая. В общем, давайте я подробно в этом видео не буду останавливаться на этой теме. Потому что я собираюсь снимать отдельное видео о товарах, которые мне пришли. Как, что произошло и так далее. Кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе вообще всех событий. Вот. Поэтому нет смысла как попугай 30 раз одно и то же повторять. Поэтому в этом видео мы не будем затрагивать эту тему. А сегодня или завтра утром я выложу вам влог, в котором все это буду рассказывать. Я подняла настроение один момент. Если я сейчас скажу, вы будете просто угорать. Поставлю сюда, чтобы было удобнее. Макар внашарап. Он просто божественный. Я, значит, рассказываю про все эти проблемы в своем инстаграме. Снимаю вам истории. После того, как я вышла оттуда из почты, как я иду на почту. Открываю дайрект. А там, наверное, где-то 100 сообщений по поводу того, что как мне не идет моя шапка. Просто, знаете, такое ощущение было, что люди просто сговорились. Я смотрю на шапку. Она вроде нормальная, обычная черная шапка. Открываешь дайрект. Там, наверное, человек 70. Может, 100. Просто вот так вот подряд пишут. Какая ужасная шапка. Хотя вообще, знаете, речь идет о другом. Просто. После того, как я в истории сказала, что, блин, неужели реально настолько ужасная шапка. Много кто еще добавил, что, слушай, я стеснялась тебе сказать, ну реально ужасная шапка. Я пришла домой. Мама просто вот весь день, вчерашний и сегодняшний, она просто улыбается. Мама говорит, что вам спать и так и надо. Я говорю, почему? Она говорит, что надо меньше косметики заказывать. Но, блин, у нас прям это как болезнь. У нас руки чешутся, нам хочется заказать, купить что-то новое. И весь прикол, знаете, в чем заключается? Вот когда ты идешь в магазин, вытаскиваешь из кармана, например, просто, например, 50 долларов, да, и отдаешься косметику, ты это чувствуешь. А когда на сайте ты видишь скидки, и у тебя деньги выходят из карточки, ты это вообще не чувствуешь. Такое ощущение, что тебе просто подарили эту косметику. Вот в таких случаях больше делаешь покупки. Многие пишут в комментах, вот как вы с Фатей поругались. Как видите, нет. Мы пошли с Фатей решать проблему вместе. Какая курочка, как она хорошо приготовлена, ребята. Обожаю именно вот этот рецепт приготовления курочки. Наверное, я не успею сразу смонтировать и выложить вам рецепт. Но ссылка на канал я вам оставлю. Переходите, смотрите. В течение дня я смонтирую и выложу вам. Но, блин, как вы меня рассмешили с этой шапкой. Я такая вся в стрессе, да. Не знаю, что делать. Вот. А все как один пишут, что это за шапка. Причем здесь шапка, вы вообще слушайте меня. Наш шарап идеально сочетается с мясом. Мне даже подписчицы говорят, что они в России тоже нашли наш шарап. И всем очень нравится. Он продается везде. Просто его нужно поискать. Я уверена просто, что вам он понравится. Он просто не может не понравиться. Давайте крылышко. Вот так вот. Здесь мой любимый салат. Здесь все салаты. Просто, знаете, я решила это видео удалить. Мне даже пофиг, что на нем столько просмотров и все такое. Просто как-то неправильно, наверное, внять человека, когда я 100% не уверена, что они в чем-то виноваты. Правильно. Возможно, они виноваты. А возможно и нет. И просто так поливать кого-то грязью, это неправильно, на мой взгляд. Поэтому я решила видео все-таки удалить. Дабы никто не подумал, что это просто пиар. Я реально думала, что... Они взяли и присвоили. Когда я пошла туда, там оказалось очень даже все серьезно. И вот во влоге как раз-таки я вам покажу накладную, которая лежала внутри посылки. Накладную, которую приклеила таможенная. И вот. Там видно, что в страну как бы везли всего пять. Позиция. В момент, когда я снимала эти пельмешки, честно, я была очень злая и, может быть, как-то грубо выразилась, а это некрасиво. Я не люблю устроить свой канал на каком-то грязном пиаре или что-то такое. Вот если в моей жизни действительно произойдет такое, что... Ну, несправедливость реально, да. Вот тогда я сниму видео. А если я не уверена, то, мне кажется, не стоит. В общем, давайте в этом видео, вот стараясь опять возвращаясь к этой теме, эту тему затрагивать не будем. Потому что, получается, что я как попуга. И сейчас здесь одно и то же рассказываю, потом в своем видео опять буду рассказывать. Во влоге тоже буду рассказывать. Когда у меня видео сохранялось, я смотрела Марк Кауфман, да, по-моему, его так зовут. В общем, он тестирует косметику Веры Брешневой. Как это смешно, ребята, вообще. Знаете, настолько вот... Одно дело обосрать, да, косметику, а другое дело сделать это очень грамотно. Кто не знает, Вера Брежнева выпустила свою линию косметики. Все блогеры в последнее время занимаются тем, что ее обсирают. Ну, реально очень дорого, вот я соглашусь, наверное. Просто Марк Кауфман, он умеет пошутить, сказать смешно, выразить свое мнение. Вообще люблю людей, которые умеют шутить, всегда завидовать таким людям. Вот прикольно, когда у твоих друзей хорошо развито чувство юмора. И твои друзья понимают твой юмор. У меня была подруга в университете. И мы на первом курсе вроде начали общаться, но мы конкретно друг друга шутки вообще не понимали, вообще не воспринимали, понимаете. Она что-то шутит, смеется сама по себе. Я шучу тоже сама. Но на четвертом курсе мы уже с полуслова друг друга понимали и нам реально было очень смешно вместе. Она просто могла угорать, я даже не знаю, почему она смеется. И мне уже было смешно. Вот до такой степени мы с дружили. Крутка. Макаем. Кушаем. Просто Марко так разкидал все это. Супер просто. Кстати, ребята, завтра я уже объявила с вами в инстаграме, у нас с вами будет мукбанг в прямом эфире. Вы мне будете задавать вопросы, мы будем рассуждать, обсуждать. завтра в 6 часов, ой, в 6, что я несу, в 8 часов посидим, что-то вкусненькое поедим и побеседую. Вообще, для меня прямой эфир всегда нечто, знаете, такое волнительное. Я выхожу в прямые эфиры редко, но теперь это будет часто и с едой. потому что без еды просто неинтересно. Вот что делать. Кто-то пишет, что у меня нету профиля в инстаграме и так далее. Я, к сожалению, не умею делать стримы в ютубе. Здесь намного сложнее все это устроено. Или, может быть, я просто не знаю. вот так. Вкусно, очень вкусно, ребят. Обязательно попробуйте и всегда лучше брать курицу какую-то небольшую. вообще можно взять цыпленочка. Так будет вообще обалзенно. И давайте я немножко поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали под предпоследним видео. на вопросе 141 лайк. Айка, скажи, пожалуйста, актуальна ли работа переводчика в Баку? Я писала по поводу этого в инстаграм, ты не ответила. залайкайте, пожалуйста. в общем, что касается переводчика, я не знаю, потому что это не моя специальность. смотря какие языки, наверное, ты знаешь. Если это английский или русский, например, я не думаю, что настолько сильно это востребовано, потому что людей, знающих эти языки, очень много. Следовательно, кандидатов на это место тоже много. Ну, я заметила одну вещь. Вообще по своей жизни, да, сколько бы не было конкурентов, если тебе нравится работа, то берись за нее. Если ты уверен, что ты будешь выполнять ее лучше других, почему бы не браться? Вот это, знаете, чего касается, вот, например, когда YouTube канал кто-то начинает, думает, а так много конкурентов уже, уже не получится. Или в Инстаграме, например, снимать какие-то видюшки. Вы начните с какой-то другой площадки, например, ТикТок. В ТикТоке сейчас конкуренции нету, можно снимать и стать ТикТокером. Что касается чисто переводчика, у меня нет на этот счет никакой информации. вот если оборачиваться назад и смотреть просто на своих друзей, у меня даже нету друзей с разными профессиями. То есть у меня все друзья тупо экономисты. А я всегда хотела подругу или просто друга, там, в какой-то необычной профессии. Например, врач. следующий вопрос. Айка, если бы у тебя был бы плохой обмен веществ, ты бы кушала бы столько? сложный вопрос, конечно. Наверное, я бы себя сдерживала и я бы не стала снимать мукбанки, если бы у меня был бы плохой обмен веществ. потому что хорошая фигура. Для меня это очень важно. Я бы себя некомфортно чувствовала, если бы я была бы полной. И были такие времена, когда я была полная. Не совсем прям полная, знаете, но мне уже было некомфортно в этом весе. Я вам рассказывала про это очень много раз. И я как бы похудела, похудела легко и быстро, но сейчас я бы это сделать, наверное, не смогла, потому что я настолько привыкла к этим вкусностям. Я привыкла, что каждый прием пищи это какой-то кайф. Это не просто поел и не голодный, чтобы не умереть. Это просто удовольствие. Понимаете? Поэтому, наверное, если бы я начала чувствовать, что я поправляюсь, я бы не стала. Вот однозначно. Но сейчас, кто бы что ни писал, я иногда вижу, что вот, айка-то начала поправляться и так далее. Весы говорят обратное. Вроде не поправляюсь. джинсы все же в лазью. Проблем нет. Следующий такой интересный вопрос, которого никогда не было. Айка, ты дома ходишь в джинсах или в лосинах? Как тебе удобнее? Мне удобнее в шортах. Летом я всегда хожу в шортах. Мне кажется, просто удобнее. Одежды нету. зимой. Либо это домашние какие-то брюки. Но сейчас, например, я в джинсах. Но это потому, что я недавно пришла домой. И вы знаете, я с утра, прям с самого утра ничего не кушала. Немножечко голодная, но уже наедаюсь. Вообще, есть так брать мясо, например, говядины или куриное. Я очень люблю куриное мясо. Очень люблю. Вот это прям самое-самое любимое у меня. Макдональдсу. Сегодня у меня была такая дилемма. Я думала, можно снимать Макдональдс. Что-то такое. И думала, можно снимать что-то домашнее. Мама меня уговорила. Давай, говорит, я тебе приготовлю такую вкусную курицу. Цыпленок табака. Фирменное блюдо моей мамы. Я готовлюсь настолько быстро и легко. Это просто раз-два и готово. Следующий вопрос. Сделай себе ноготочки. Это реально уже смешно. Уже, наверное, больше месяца я хожу вот с такими ногтями. Они у меня отросли. В автобусе где-то наверное все думают. Вот девочка экономит. На самом деле я сама себе ногти делаю. Просто у меня что-то никак времени нету заняться этим. но надо надо обязательно надо. Могу еще съесть. Почему бы не скушать? Вот иногда мне пишут в комментариях что Айка ты все съела а как же домашняя? Ребята неужели вы думаете что я ем а домашний голодает? Это не так. Мама такой рулет приготовила. Суточком тоже оставлю. Просто обалденная. Вчера хотела выйти в прямой эфир в инстаграме сесть с этим рулетом попить чай поболтать. Потом у меня знаете вчера какое-то мерзкое настроение было. мне настолько было обидно по идее сумма небольшая одна палетка но блин меня прям бомбило вот иногда такое бывает вроде знаете особо такого плохого ничего не произошло но тебе так обидно ты прям не можешь просто другого слова не выберешь меня прям бомбило как же вкусно ребята обязательно приготовьте очень вкусно быстро просто и вкусно следующий интересный вопрос ты когда-нибудь пробовала глину или мел откуда вы это знаете вы знаете что я делала прошлым летом да я пробовала и глину и мел я обожаю он реально настолько вкусный насколько возможно почему-то я всегда боялась признаться своим одноклассникам но всегда в тайне от них я кушала мел обожала просто не знаю почему мне было страшно как-то признаться в этом мне в детстве нравились какие-то странные вещи очень странные вещи когда я была совсем маленькая я просто брала пыль грязь в общем и намазала себе на лицо типа это крем для лица представляете крем для лица ужас мама была в шоке от меня я смотрю видео получается очень длинным надо быстрее доедать не люблю я длинные видео честно мне не хватает терпения досмотреть до конца последнее мои видео очень длинная получается в общем как-то так в принципе я могу доесть просто видео получается очень длинным на этом будем закругляться я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал может быть для вас это мелочь для меня безумно приятно я вас очень очень сильно люблю с вами Лайка Эмили всем пока